Приветствую вас! Давайте, наверное, я прочитаю ваш вопрос, сделаю небольшие пометки, которые вам нужно прояснить, наверное, будет для того, чтобы более полно ответить вам на вопрос. После этого я, наверное, постараюсь вам ответить на ваш главный запрос. Итак, познакомились с мужчиной и общение растопорилось из-за того, что у вас есть сын, а у него отношения со своим приемным сыном не складываются, и причина не ясна. Вот здесь, пожалуй, первый момент. Смотрите. Мужчина не может найти подход к приемному ребенку, да? И почему он не может найти подход к приемному ребенку? Потому что не может подсилкивать себя в роли отца, не может войти в эту роль, не может заботиться о ребенке. Так получается, да? То есть он не может выступать для него полноценным родителям. Причины не знал. Причины не знал. Причины тоже как-то не очень понятны. То есть что значит причина не знал? Вам мужчина никак не хочет об этом говорить? Или он сам не знает об этом? Почему так происходит? Вот. Если он вам не хочет говорить, то это понятно, что он не хочет показать, что вам несостоятельно в этом плане. То есть не хочет, чтобы вы о нем думали хуже. Если он сам не знает, в чем причина, то на его вопрос, ну да, вопрос почему, гипотетический вопрос, почему так происходит, вы отвечаете сами, что его отец был нежелательным гостем в доме. Это обстоятельство его тормозит. И он много думает об этом. Тут вот тоже как-то не очень понятно, о чем именно думает мужчина, об отце или о приемном сыне. Но, смотрите, у мужчины не складывается отношение с отцом нас, и у него же не складывается отношение с приемным сыном. Налицо психоаналитический перенос происходит. То есть те обиды, которые есть у вашего мужчины на отца, переносится, по сути, на сына. И из-за этого он не может найти общий язык ни с сыном, ни с отцом, но своим. И естественно он боится, что и с вашим ребенком у него тоже не получится найти общий язык по этой же причине. И надо сказать, что мужчина действительно серьезный и основательный. Потому что он понимает причину, он понимает, что он не готов пока общаться с ребенком, да, с вас. Потому что понимает, что не выстроить с ним отношения. И понимает, что для вас это важно. Значит, смотрите, что вам можно сделать в этой ситуации. Ну, во-первых, если мужчина переживает, действительно переживает, то его нужно успокоить. Как? Скажите ему, что отношения с вашим сыном ему налаживать не обязательно. Скажите ему, что вы не требуете от него любить вашего сына. Скажите ему, что вам не столь важно, как он будет относиться к вашему сыну. Просто вам заточено будет, если он, там, будет здороваться, да, там, что-то, может быть, ему, там, приносить, если ваш сын не очень большой. И, в принципе, этого достаточно вполне. Ну, во-первых, ну, про первое время говорить, может быть, не нужно, да, то есть вы спросите ему, что вот вам пока это все не важно, вот так скажите. Что вы не требуете от него прямо вот сразу, да, вот вы сказали, что знакомились недавно. То есть он, еще он бы даже вас узнать не успел, а тут уже ваш сын и мужчина, естественно, переживает, он боится, что не получится. Но понимаете, в чем дело? А приемный сын мужчины это одно, а сын женщины, которая нравится и которую, возможно, любит мужчина, это совсем другое. И отношения здесь складываются уже совсем иначе. Это вы тоже можете мужчине сказать. Скажите ему также, что проблемы его достаточно серьезные, потому что не ладится отношения с отцом, не ладится отношения со собственным сыном приемным. Кстати говоря, почему приемным и как вообще это получилось, да, тоже очень такой любопытный момент. И скажите мужчине, что ему нужно обратиться к психологу. Вот чтобы не было этих призываний, чтобы не было страха, что опыт повторится, чтобы не было обид на отца, его отца. И чтобы как-то уменьшить проблемы при общении с приемным сыном, нужно ему поработать с психологом. Я бы даже сказал, что, наверное, с психоаналитиком. Потому что здесь детские родительские отношения и, возможно, дипов комплекс. Дипов комплекс это когда ребенок соперничает с отцом, да, то есть видит в нем оппонента, видит в нем врага своего. Вот. То есть, я думаю, что вам можно и нужно поступить вот так, вот так. Понимаю, что в дополнение вы написали, что вот нас до любви девочек дошло. И, собственно, далее вы пишите, что у всех есть свои страхи. Надо сказать, что у психологов тоже есть свои страхи и психологи тоже люди. Это вот как бы так. Это нормально. Вот. Ну что, что еще можно сказать. Мало информации вы дали по своему вопросу, потому что вопрос-то серьезный. Другое дело, что правильные слова вы говорите нам, мне нужно найти. Но понимаете как, чтобы найти правильные слова, нужно, чтобы мужчина вам доверял. Нужно, чтобы вы мужчине доверяли, нужно, чтобы он готов был услышать эти слова. Потому что, если вы какие-то даже самые вот идеальные слова найдете, самые идеальные слова ему скажете, а он не готов будет их услышать от вас. Ну и не возьмет они никакого действия совершенно. Поэтому, если вы хотите найти слова, то вам нужно побольше охарактеризовать мужчину своего. Какой он, что ему нравится, какие у него ценности, чем он увлекается, какой у него склад ума и так далее. Вот вот ото всех этих моментов можно будет подобрать ключик. Например, если человек, допустим, обращает больше внимания на смысл, ну, это одни слова. Если человек обращает больше внимания на значения, это другие слова. Если человек математик, это одно. Если человек гуманитарий, это другое. Если человек, например, верующий, это одно. Если человек не религиозен, это другое. То есть тут очень много нюансов И правильные слова зависят напрямую от этого Нужно задеть те струны души, условно говоря Которые действительно помогут человеку вас услышать А не зная этих струн души, не имея представления о человеке в принципе Ну, как можно подсказать вам правильные слова Ну, вот по смыслу, да, по значению Вот то, что я сказал, этого достаточно Вот так этого мало, но еще это смысл облечь слова Понимаете? А вот как именно облечь это слова? Какие слова сказать? Как? Когда? Это зависит от мужчин Например, если у него настроение меняется Он бывает, например, спокойным А бывает, там, наоборот, нервным и так далее Соответственно, нужно говорить ему, когда он спокоен То есть выбирать момент Если у него настроение стабильное То, соответственно, все равно, когда вы скажете Смысл, смысл От этого будет один и тот И эффект будет такой Если, например, мужчина там Вы, знаете, особо рад Когда занимается чем-то Соответственно, нужно сказать ему именно в этот момент Да с малой информации о мужчине, чтобы именно говорить о правильных словах Ну, я думаю, что по большому счету Вот то, что я сказал, можно использовать Вы знаете мужчину, вы знаете, какой он Я думаю, вы сможете подобрать слова У вас проблема не в словах У вас проблема в смысле И смысл в том, чтобы мужчина не ставил для себя сейчас слишком больших целей Вы познакомились недавно Вы еще не знаете, будут у вас отношения или нет А он уже переживает Это говорит о гипертрофированном, ускоренном, усиленном цели образования А это никогда никому хорошего ничего не приносило Я думаю, что так можно ответить на ваши вопросы Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались Буду рад помочь Пишите в личку Если понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!